Привет, дорогие друзья! Ну что, вот, в общем, с вами Перч. Начинается у нас 25-е число. Вот, я передаю огромнейшее просто привет всем вообще своим друзьям, людям, которых знаю, просто обожаю. И очень респект такой чувствую. Всем привет, друзья мои! Посмотрим сегодня, что я тут для вас, значит, находил вот в этом вот лесу под названием интернет. Чего там поналайкали, я похватал и вам приношу. Значит, чего-то вдруг сегодня все начали вспоминать вот эту фотографию. Вот, почему, кто знает? Вот. И вот эту вот такая, и все стали говорить, ну не пора ли, потому что уже пора и есть кому, как бы, значит, заменить. Ну, в общем, вы поняли, о чем сегодня разговаривали. До того момента, когда вдруг не пришли новости с New Scientist, все, которые говорят. Значит, что крысы момента, буква, очень быстро научились ездить на вот таких специальных машинках, которые ученые для них создали. Смотрите, ученые сделали для них не руль, а вот такие полосочки, видите, поставили. И вот крыса могла туда запрыгивать. И вот этими полосочками там машину вводить, доезжать до места, где она там брала еду. И там она подкреплялась. Моментально начали ездить все. Просто я посмотрел видео, я просто похолодел весьма. То есть, посмотрите, там здесь, допустим, еда, да. И она такая на машинках там поехала в другую сторону. Реально просто запрыгивает на машину, в машинку свою маленькую. Вообще похожую, вы посмотрите, она похожа еще там на какую-то, блин, как, я не знаю, какую-то космическую такую маленькую машинку, которая там первая приехала куда. Гляньте, просто пипец. Я такой вообще. Значит, тайванская, все бы там такие, ах, браво. Значит, тайванская баскетбольная, бейсбольная команда троллила сегодня Китай, показывая Винни-Пуха. Вот так вот. Вот так, вот так вот. Слушайте, ну что это такое вообще? Если такие. Друзья мои, пока мы вообще вот говорим, в каком месте истории мы сейчас с вами оказались, просто замечательно, да. Смотрите, что происходит. Сейчас я вообще расскажу вам историю, о которой вы просто, значит, Тиффани выпускает просто календарь. Друзья мои, вот календарь для богатых человеков. Календарь для, просто календарь, вот просто на стенку повесить вот такой вот календарь. Сколько, как ты думаешь, он стоит? 15 тысяч. 15 тысяч долларов стоит настенный календарь от Тиффани. Я не сомневаюсь, что его сейчас купят. Но, в общем, то все там для совсем вот этих вот людей, да. Но вот мальчишеские фантазии сбываются, ребята. Посмотрите, да. Кто вот в детстве не хотел из нас попацанячий, в общем, чтобы вот это все, оно было именно вот в таком вот видоисполнении, девчонки бы ходили. Все это состоит аж на 50% из ТПЮ и на 50% из ПВС. ПВС, что это такое, знают только в Китае, где эту штуку делают. Приблизительно, в общем, такая она будет выглядеть. Оно такое и есть. И всего лишь стоит 8 долларов. Вот уже как бы есть примеры, значит, как можно использовать эти светящиеся, эти ласкающие взгляды, блесточки. Вот. Я, конечно, бы вот в этом походил бы. И я думаю, что, мне кажется, даже я и ходил. Был такой перед временем у меня. Да. Вот. Но кто не помнит ее? Даяна, я буду помнить тебя всегда. Помните ее, да? Друзья мои, археологи все-таки взяли и открыли один из вот этих вот саркофагов, как его, саркофагов, которые они нашли, да, вот эти вот. И нашли, что там абсолютно, perfectly, то есть там вообще, там 10 из 100 баллов, 100 сохраненная человеческая мумия вообще. Тело, духа вот этого где-то там, понимаете или нет? То есть, зачем? И интересно еще, что, знаете, их там 12, по-моему, 24, одна из этих саркофагов написана была на каком-то абсолютно непонятном языке, который не понимают археологи. То есть, написана она иероглифами, но совершенно нет, нонсенс написан для современной археологии. Просто красотища, посмотрите, ребята, каждый вот этот вот саркофаг, смотрите вам, насколько там написано, выгравлено, просто гляньте вообще, сколько, что это такое вообще. И взяли, в общем, залезли туда, я не знаю, правильно ли это, нет, в общем, напишите, как вы думаете. Я думаю, что не надо все это делать, потому что мы пока не понимаем далечину того, что эти люди, в общем, там понимали и знали. Слушайте, новая разновидность морской звезды, гляньте, короче, такая равиоли, у нас такая штука, равиоли, гляньте, такая, как вареничек такой, знаешь, такой. Вот семейка, смотрите, такая семейка, значит, таких вареников, вареничка такого там где-то лежит на дне. Вот, друзья мои, ну, конечно же, не без этого, не могу не рассказать вам и не похвастаться, что впервые вы услышали об этой истории у меня. Значит, мы смотрим все время в глаза людям, которые совершают там разные тупые поступки, а может быть, просто мудрые, а может быть, просто непонятные, да. Вот, смотрите, вот человек арестован, вот его фотография, когда его привезли, после того, как его застали занимающийся сексом с набивной игрушкой, вот, вот этим сгуфом, вот из фильма, значит, Фрозен, с вот этим Ольфом, да, как это называется, Ольфом или там что-то такое. Значит, вы понимаете, о чем я говорю? Вот они, друзья мои, у нас в истории, наконец-таки, значит, произошло. По добровольному согласию, непонятно, но пока, в общем, последствия мы вообще даже не понимаем, какие. А вдруг, что же это такое вообще, да просто пипец вообще. Что же это идиотизм? Олаф, Олаф, из-за вот этого, вот этого, значит, несчастного существа, которого просто изнасиловал, значит, какой-то мужчина. Откуда? Из Флориды, наверное, какой-то. Где это вообще? Какая-то, в общем, там, станция во Флориде просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ребята, у нас Флорида, там какие-то эльфы живут. Я просто клянусь, посмотрите, что происходит. Вот, весь интернет, конечно, был вот такой. Я сам, но нас, вот, пожалуйста, смотрите, все-то думали, что обманут. Нет, репорт полицейский. Свершилось. Значит, смотрите, Форбс пишет. Почему бы Пакистану не стать местом, где можно быть туристом одинокой женщине? Значит, просто одинокой женщине путешествовать. Пакистан, почему бы вам не стать? Они там, да, приезжай. Приехала, значит, женщина. Австралийская женщина была изнасилована, там, брошена в подвале, где-то держали ее после того, как она поехала искать, в общем-то, в каком-то. Избита сделали на месяц сексуальной рабыне ее. Я к этому не... Нет, 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 солдаты, до свидания, все, до свидания. Я не об этом. Хотя, друзья мои, посмотрите на эту радостную парочку. Какие замечательные. Это любовь с первого взгляда случилась между ними после того, как у мужчины с левой стороны, у дядечки из Южной Флориды, значит, нашли на лаптопе 5000 биткоинтов. Как только у него нашли, ровно через два дня в него влюбилась вот эта вот замечательная девчонка. Девчонка, как вот, нет же никакой случайности. Как и не было случайности у этой парочки, которую мы помним, который паренек, который после того, как выиграл 181 миллион долларов, на второй же день влюбился в вот эту вот девчонку. Вот эту вот девчонку. Смотрите, ребят мои, что происходит. Чилийские протестанты взяли на вооружение способы утилизации слезоточивого газа, который в них полиция стреляет, по примеру Гонконга. Я там видео просто сделал пару скамешотов. В общем-то, подбежали они тоже с конами этими, пластмассовыми, закрыли, там чем-то полили. Все, привет. Да, они разбегаются, боится кто-то. Ребята мои, современные вот эти вот все восстания человеческие, которые по всему миру проходят, на самом деле напоминают мне вот эту историю, да, когда человек в цепочке эволюции, который шел первый, поворачивается и всем остальным говорит, чуваки, все, нас наманали, понимаете, возвращаемся обратно. Ну, ребята мои, мне кажется, что надо уезжать в Финляндию, начинать все сначала, говорит Перч. Смотрите, что происходит. Смотрите, какой-то, либо это каратист просто пипец какой, либо качество вот этих, как их, шлем, как они называются, штыки, как эта фигня называется, щит. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо- Очень жалко современную молодежь американскую, ребяту, просто пипец. У всех страшные долги, работы нет никакой абсолютно. Заткнитесь, бумеры, так и хочется сказать вместе с... Которые критикуют миллениалов, мне вместе с остальными людьми, потому что бумеры, конечно, сейчас очень критикуют современных миллениалов. Ну, ребята мои, их иногда называют даже самое ужаснейшее поколение, которое было. Что хотят мужики, думают женщины, что на самом деле хотят мужики? The Lord of Ring Total War. Total War. Опрос, опрос, опрос. И, конечно же, от меня лично Дорксалл 4. Вот, ребят мои, смотрите, написано. Внимание родителям, в четверг, в ноябре, 24 ноября, мы имеем ИР-день. ИР-день. Что же это за ИР-день? Пожалуйста, оденьте ваших детей в слова, которые заканчиваются на слово ИР. Дэн-сэр, хоккей-пле-ер, видео-пле-ер, ти-чер-ер. И в интернете сегодня все там такие, ребята мои, интернет пролетает, а что поделаешь, а что скажешь? Тем более, что, между прочим, уже об этом говорят даже в некоторых местах, где сейчас вообще очень не любят все американское. Я говорю про Китай, и в Китае сейчас, ребят, вы знаете, да, что там оттуда просто спокойно выгоняются обратно нафиг все компании, тихонечко, оставляя у себя все документы этой компании с ее наработками за сколько-то лет. Никто ничего не покупает, только китайское сейчас, все, тю-тю. Да, да, друзья, вот этот маленький, большой, зелененький стал, вернее, маленький и зелененький стал большим зелененьким, когда сейчас на нем весь Китай. Кто-то в этом деле закричал, и я поддерживаю, а кто-то, кто-то там такой, в этом отношении, да, иногда можно сказать право. Друзья мои, перестаньте вот этих постоянно кого-то обвинять, там, разных людей обвинять в своих, в общем, неуспехах. Что это такое? Перестаньте это делать. Выберите одного кого-то и начинайте его обвинять во всем. Но, друзья мои, вдруг сегодня вспомнился нам День Святого Валентина, я не понимаю, почему, но вдруг сегодня все вдруг, вот, и прилетела такая история про женщину, которую арестовали. Мне кажется, это, ну, это, конечно, понятно, но арестовали за то, что за целую неделю она отправила своему бойфренду, бывшему, а-ха-ха-ха, 77 тысяч сообщений. Мне представляешься, за неделю 77 тысяч сообщений. 70 тысяч. Это даже, это даже, это даже сильнее, чем даже она. Друзья мои, гляньте, как мы идем и, в общем, у меня перчатки, что-то продается. Что-то да продается, а может быть, идейка какая-то у него найдется. Так, пожалуйста, забирайте. Эй, чувачки, которые там матрасами торгуются, смотрите, какая новизна в мире, в мире. Купил матрас себе. Такой же точно матрас и для собачки бесплатно продам. Кто это, кто это такое вообще, что это за существо, кто там кем управляет вообще, кто там, кого заставляет что покупать. Я до замужества, пума. Я после замужества, пума. Ха-ха-ха. Хорошо. Мы только что, значит, сообщение приходит кому-то. Мы только что вернулись из госпиталя, потому что Жек снова поджег свой анус. Упс, вы ошиблись с номером, но, пожалуйста, сообщайте мне, что там происходит. Упс, ой, извините, извините, пожалуйста. Не-не-не-не-не, пожалуйста, вернитесь потом. Ладно, я хотел бы услышать историю с самого начала. Жек, мы были, что ж там, поджег опять, ты понимаешь, опять. Но с нами сила. Все, ребята мои, Витя, они присоединились. Мы скоро создадим огромную-огромную башню из всех людей. Просто уползем наверх туда. Все. И перестанем друг другу надоедать. Друзья мои, смотрите, что происходит в Америке. Мастер-дегри. Минимальная зарплата 15 долларов 29 центов. Это сейчас в Америке, в Нью-Йорке, ребята мои, столько. Минимальная зарплата с какими-то там. Но 15 долларов в час сейчас в Америке, в Нью-Йорке сейчас минимальная зарплата. Человек, который работает в Макдональдсе, сейчас получает почти 15 долларов. Мастер-дегри. То есть у тебя, ну, 70 тысяч долго у тебя сейчас. Вот. Русская школа, ребята мои. Вот для чего нужны дружбаны. Смотри, такая училка сидит. Вот. А этот отвечает такой, значит. И друг сидит. Ты ему не подсказываешь? Нет. Ну, я не подсказываю. Вот мои руки. Ничего на столе нет. Смотри. Нога. И на ноге вот там. Такая. Вот для чего нужны друзья настоящие. Друзья мои, в 2001 году освободили льва, тигра и медведя из подвала, где их держал какой-то там наркодилер, в общем, какой-то там огромный, значит, в своем там зоопарке, значит. И с тех пор их решили не разлучать. И они так и живут, значит, в общественном где-то там зоопарке в какой-то там латиноамериканской стране. Значит, все вот. Три друга. Гляньте. Ну, может, а может быть они, может быть, это они, дорогие эмигранты, написано на въезде в Болгарию, значит. Дорогие эмигранты, добро пожаловать в Болгарию. Работы нету, денег нету, будущего нету. Разворачивайтесь обратно. Спасибо. Вот она, вот она, Украина. То же самое, ребята, скоро можно будет писать про Украину, это просто пипец. Что там происходит? Господи, господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Россия. Сегодня вот такая вот фотография, ребята, прошла из России. Мало того, эта фотография очень кому-то там слюбилась. Вот будет следующая обложка какого-то журнала, вот она уже. Мария. Такие дела. И самое главное, консул оффмен аппрувал. Все, все нормально. Друзья мои, давайте теперь, если там присмотреться, если присмотреться к этим полицейским, то можно им как-то сдаться, взяться. Нет, друзья мои. Вот такие дела. Вот так вот, оказывается, ребята, как прошел сегодня замечательно. Октябрь у нас, 25-го числа. Вот. Я желаю вам всего самого замечательного. Вы знаете, да, ребятки мои, помните. Сидячая работа, спина прямая. Фум. Под ноги, оп, трон, 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 сидим. Я потом покажу вам упражнение для глаз. Напомните мне, пожалуйста. Вот. И все. И каждый день что-то живое едим. Напоминаю. Все. Ребятки мои, все. Удачи. Хари вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok